Небольшая разминка, построение и свисток о начале игры. На футбольном поле «Скиф» на Вопаловке две команды – Хазалташ и Евпатория. На 26-й минуте игры первым забивает гол футболист команды Евпатория для Верну Рединов. Считаю, первый тайм полностью был под контролем. Много еще не забили, 1-0, это так, можно сказать, надо было больше, 2-3-0. Бахчисарайцы не сдают позиции и всячески пытаются играть на половине поля соперника. Поддержать футболистов пришли преданные фанаты. Рамазан Велешаев на протяжении двух лет отслеживает и приходит на все матчи команды Хазалташ. Среди футболистов у него уже есть свои фавориты. У меня любимый игрок Анзор, он и пришел в Ставриев Хазалташ. И надо собраться и идти в атаку, и наступлять соперником забить. Прошел первый тайм, счет 1-0 в пользу Евпаторийцев. Удастся ли отыграться бахчисарайцам, покажет время. Из-за травмы Анзор Шурдумов вынужден покинуть поле в середине игры. Футболист сожалеет, что на этот раз не удалось выложиться на все 100%. Результатом игры, конечно, опять же повторюсь, мы недовольны. У нас перед каждой игрой стоит максимальная задача, только победа. По словам президента команда Хазалташ, футболисты часто совершают одни и те же ошибки. Достаточно сложная игра была с точки зрения игры наших футболистов и качества игры соперника. Как по мне, то, в принципе, счет соответствует игре. Оба гола мы сами себе, собственно говоря, организовали. Первый за счет того, что нарушили на игроке в штрафной зоне и получили пенальти. Второй пропустили игрока. История личных встреч между Хазалташем и Евпаторией насчитывает 9 официальных матчей. В пяти играх победу праздновали евпаторийцы, дважды побеждали бахчисарайцы. А еще в двух случаях была зафиксирована ничья. Следующая игра команды Хазалташ состоится 23 октября на стадионе «Фиолент» с лидером чемпионата Симферопольской ТСК «Таврии». Севелия Меметова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».